Боже, милая, Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчастовец и грешил, Господи, прости меня грешного. Достойно есть всякого истину блажить в тебя, Богородицу присоблаженной и пренепорочной, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувиму, Славнейшую воистину Серафим, Безыстление Бога, Слово Рожише Исущую, Богородицу тебя величаем, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертое, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради причистой Твоей, Матери, силы честного житворящего Христа, Святых Ангелов наших, Хранителей, И всех ради святых. Помилуй и спаси нас, Яко благости, и человека любят. Аминь. Боже, милостью будем негрешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи, Прости меня, грешного, и помилуй. Сделаем вступление, потому что время поста уже приближается к завершению. Потому что это у нас пятая неделя поста, а всего семь посте. Вот. Мы об этом посчитаем сейчас. В период от Пасхи до Троицы. Семь недель, Пятидесятница называется. Во все седмицы, седмица это неделя, в среду и в пятницу разрешается рыба. А больше не разрешается, а тут разрешается. По другим правилам, и после крещения Господня до недели блудного сына разрешается рыба в среду и в пятницу. Тут можно не запомнить, но у кого нигде ничего нет, он может потихоньку останавливать, тормозить этот ролик и записывать себе. А это все в книге к истинному православию. Я в конце его просто открою и покажу, как искать. В течение же всего года рыба в среду и в пятницу не разрешена. Ни по одному уставу. В среду и в пятницу, ну кроме указанных дней, рыба не разрешается. Разрешается в течение всего года. В специальные дни только устава указано. Или праздник какой-то, или еще что-то. Теперь почти все считают, что растительное масло, елей, можно есть в любой день. Что это так и разрешено? Такое представление от незнания устава. Ниже дается устав на полный год с разрешением на масло и вино на отдельные среды и пятницы в связи с памятью отдельных святых в этот день. Ну, сколько вина разрешается, не указано. Но явное дело, что речь идет о здоровье. А не о том, чтобы он пил, а после этого стал алкоголиком или болел. Ну, сколько, я не знаю. Но думаю, что не больше ста грамм. Не больше. А у нас, у нас никак нету. Я сколько лет молил, там было, приезжали, которые батюшка выставлял, было, священники, там, епископ, когда приедет. Я каждый раз, ну, говорил, страна запилась, ну, не надо этого делать. Не грех, просто воздержание. Воздержание одобряется. А если считать буду, что вино грех, то меня отлучат от церкви. А как это так? Ну, правило такое есть. Все, всякое творение, Божие, хорошо, ничто не предосудительное, если принимается как? С благодарением, с молитвой. Вот представьте, мы сидим в синодии. Я в синодии живу, в Нью-Йорке. Мы сидим за столом. Просто вообразить такую картину. Митрополит сидит. Прямо напротив меня был секретарь, епископ Иларион Капрал, фамилия. Теперь он как раз предстоятель, митрополит. Завтракаем. На столе по уставу вино, бутылка разливает. Понемногу совсем. Ну, не понемногу, но не 100 грамм. Мне показалось, что больше в стакане налито. Вино такое темно-коричневого цвета. Но я уже знаю, я говорю, я не пью. А почему не пьете? Ну, не пью, все, все, болеете. Или там, как я не знаю точно, что это, 1992 год, июль-август. И далее, со мной было так, как с одним моим близким человеком. Притом, картина одинаковая. А выпей. Почему? А у вас разговор нехороший идет, что вы считаете, что вино – это грех. Я не считаю. Ну, а как поверить? Считаешь, не считаешь, что тут сидит еще епископы сидят. Вот выпейте. Раз и вам не вредит здоровью, то выпейте. Немного, если нельзя пить, один глоток. Ну, глоток нельзя, пол глотка. Ну, все, стакан так стакан. Что я пил, знаю. Я взял и выпил его. А я выпил, лежу, у меня, думаю, жена квас крепший готовит. Ну, квас как в горле дерет, там, или что, не о мутнении в голове. Больше не пейте. Я скажу, у нас своих пьяниц хватает. Весь разговор. Иногда люди считали, что свинина грех. Да, по мусульманинам это главный вопрос. Если ты их свиней ешь, он с тобой разговаривать не будет. Свиноед. Но не считай за грех. Мы вот мясо совсем не едим. У нас мяса не бывает. Нету. Рыба. Когда разрешено, тогда рыба. Не за грех, а потому что без него можно прожить. Притом, свиное мясо, оно не полезно. Хорошо там приготовлено, с чесноком, как на Украине готовят. Можно, оно где-то и полезно. Но, в общем, не полезно для организма. А для какого? Для почек, там, для печени. Ну, сказано, нет. Там желчный пузырь особенно страдает. Так, делали как? Епископы ставят, а он не ест. Не ест, это значит, еретик. Тогда варили кашу, специально, какая она, я не знаю, но не гречневая, там гречки-то, видать, нету. И туда набрасывали, пуски, сало. И тогда, ну, сало, оно дало везде знать-то о себе. Поэтому, хотя бы кашу съешь, в которой варилась свинина. Это прямо требование было, чтобы после, когда тебя рукоположат, никто не говорил, что это еретик. Это очень строго было. А почему? Есть люди, и далее перечисляются, которые запрещают скупать в брак и вкушать то, что Бог сотворил. Это посланник к Тимофею, пишет апостол Павел. И поэтому, если человек не женился или женился, там еще что-то, вместе по согласию ушли в монастырь, это похвально, для Бога. Или бывало такое, живут, говорят, как брат с сестрой. То есть, подоговорились, ну, помогать друг другу не жить вместе. Говорят, соития нету. Это одобряется, это подвиг. Но, если считают, что женатый не спасется, женить бы грех, это ересь. Не какая-то ересь, а та, которая апостол Павел говорит. Все, и священцы, записка подолой. А это уже каноны пошли. Каноны очень строгие. Поэтому воздержание это одно, а считать за грех это другое. Так что, растительное масло можно есть в любой день, считать. Не так. Я говорю, что то, что сейчас я даю, это я брал прямо с оригинала. Большой устав. Большой устав из него самый распространенный был. Вся Россия жила по нему. И такая старинная книга, конечно, листья там все, там и воском заляпаны. И я сам переводил все на новый стиль. В какие дни? Конкретно по дням. Если посты известны с какого по какое число, то в отдельные дни, где разрешено, необходимо было составить прямо на круглый год. Ниже дается устав на полный год с разрешением на масло и вино. На отдельные среды и пятницы в связи с памятью отдельных святых в этот день. В среду и пятницу не разрешено. И вдруг разрешено масло написано по уставу. И сейчас вот так и издают календари православные. Точно так же указываются. Я думаю, на какие святые стал проверять. То они какими-то особыми мучениями, то еще что-то отличаются от других. Вот я прочитаю. Это немного цифры. Кое-кто может даже записать потом. Это будут называться цифры, в которые в среду и пятницу разрешается растительное масло. которое число назову, в эти числа разрешается растительное масло. А где они названы? На январь. Даты только по новому стилю. Разрешается масло 2 января, 6 января, но 20 рыба разрешается в среду и пятницу. Дальше 24 и 31 все в другие пятницы и среды в этом месяце не разрешается. февраль 2-го, 7-го, 9-го, 13-го, а 15-го среди, среда и пятница, если попадает, то рыба, а в остальные дни мясо. Но если масленица, то по уставу сырные недели, без мяса. Если 16-е, на неделе мытаря и фарисея, то разрешается рыба. 17-го, 22-го, 24-го, 25-го масла. В марте 9-го, 18-го, 22-го масла. То есть, если в эти числа попадает среда и пятница, разрешено растительное масло. Март 9-е, 18-е, 22-е. А в остальные среды и пятницы в этом марте не разрешаются. В апреле 12-го масла, 14-го и 30-го масла, если после Пасхи попадает это число, то с рыбой. А в остальные нет. В май. Интересно. 6-го, 8-го, 13-го, 14-го, 15-го, 16-го, 20-го, 21-го, 22-го, 27-го, 28-го рыба. Май. Самый легкий месяц. Рыба в среду и пятницу. В июне 2-го рыба по новому стилю. 3-го, если это в 50-м, то есть после Пасхи до Дня Троицы рыба 3-го числа, если попадает. А если в пост, потому что Пасха то сдвигается и пост идет в четверг, вторник, рыба, а в среду пятницу масло. Если праздник храмовый, то есть престольный, то в любой день рыба, когда, допустим, Покровский, да, Покрова на 14-е октября 5-го, 6-го, 8-го, 10-го, 15-го, 22-го рыба в среду и в пятницу. В июне месяце. В июле 6-го, 7-го, 9-го, 12-го рыба. Если разрешена рыба, это значит, что разрешено и масло, потому что то уже ниже. 13-го масло. В неуказанное здесь число, попадающее на среду и пятницу, не разрешается даже масло, которое я не называю. 18-го, 21-го, 22-го, 23-го масло. Если в эти числа среда и пятница, то разрешается масло. Август 2-го, 6-го, 10-го, 16-го масло. Если 19-го августа, это преображение, то рыба всегда в среду и пятницу. Если 28-го, 28-ое число, то разрешается мясо. Если же в среду и в пятницу, 28-ое будет августа, то рыба и вино. Ну и масло, конечно. Если 29-го, то масло. Сентябрь. 3-го, 5-го, 8-го, 11-го, 12-го, 14-го, 20-го. Масло. 21-го, Рождество Богородицы, в сентябре. Если в среду и в пятницу попадает, то рыба. Дальше 25-го, 27-го масло. В октябре, 8-го масло. 14-го, Покров Богородицы, рыба всегда. С 17-го, 18-го масло. Если эти числа попадают на среду и пятницу, дополнительно еще повторяю. В ноябре, в среду и в пятницу, нигде рыба не разрешается за весь месяц. 4-го, 8-го, 10-го, 11-го, 18-го, 19-го, 21-го, 26-го, 29-го, 30-го масло. Декабрь. 4-го, введение во храм Богородицы. Всегда рыба. В среду и в пятницу. Здесь только о среде и пятнице, говорится. 5-го, 6-го, 8-го, 10-го, 13-го, 17-го, 19-го, 20-го, 22-го, 26-го, 28-го, 30-го. С маслом едим и Бога хвалим. Ну, кто сейчас слушает или будет слушать, ну, скажут, ну, такие мелочи. Ну, мелочи тебе не нужно ничего. Если православные, то это не мелочи. Феопан Затворник об этом говорит. Бещеником не надо быть. Бещение творить. Это устав. Представьте, я вот в этой книге все это разыскивал, по святым вымерял, смотрел по календарю и выписывал по одной цифре. А тут готовое высушить бывает и начинает комментарии делать для живота своего. Притом, это не на пользу будет. Вот что главное это. А я буду есть свинину. Ешь. Быстрее заболеешь. Разные бляшки будут нарастать на кровеносных сосудах-то. Запорка. Вот тебе инсульты и все прочее. Это не просто так. Церковь помогает христианину в подвиге поста, создавая условия, располагающие его к посту и покаянию. В Великопостное время, вот сейчас идет Великий пост. В храме все иное, необычное. И состав церковных служб, и молитвы, и песнопения, мотив, и напевы, и поклоны, и вся обстановка храма. Потому что пост настроит на это. Праздничная пышность и торжественность уступает место сосредоточенному сокрушению о грехах, ощущению совести. Священнослужители облачаются в темные ризы. Царские врата открываются реже. Освящение ослабляется. Во время поста часто повторяется молитва Ефрема Сирина. Господи, владыка живота моего, мы сейчас будем молиться. С поклонами земными голова, руки, колени касаются земли. В земном поклоне руки должны быть вместе, не поврось шире плеч. Другой раз не заметишь, и в конце моления только скажешь человеку. Руки вместе. Десять пальцев, это десять заповедей. И ты головой, лбом касаешься их. Можно маленько руки так, как бы пальцы чуть-чуть развинуть, чтобы голова между ними достала пола, между пальцами. Приучиться надо к строгости. Вот я в армии был, как давать честь, руку поднять правую, не левую, честь отдается. И когда головной убор надетый, чтобы локоть был на уровне плеча. Локоть не опущенный, как там Брежнев, так рука как попала. И далее. Пальцы вытянуты. И чтобы указательный палец задевал бровь. Вот как указано. Указано. Это мы думаем, а в Америке она свободная такая. Не ошибайся. Если в тюрьме, в лагере не находятся, женский лагерь. Я считал правила. И нарушать никак нельзя. Ей надо что-то спросить. Идет работница. Она на расстоянии четырех метров. Должна остановиться, щелкнуть каблуками. На сорок пять градусов носки развести. Сорок пять указано. Их тренирует на это. Носки, ног, развернуты. И сказать мэм. И дальше говорить, что хочешь. Просьба какая-то, что-то тебе надо. Расстояние. И раздвиг ноги. Носки под каким градусом? Это в Америке сегодня, во всех тюрьмах. Вот смотрите, масоны. Весь мир захватили. У них там правила. У них правила такие. Или галстук, или пуговица верхняя расстегнута должна быть. Галстук снял, расстегни. Вот посмотрите, все, даже Риновского, все абсолютно так делают. Все депутаты. Вот тебе наша дума. Про масонины насквозь все. Застегнутого ни одного нет. Если это костюм, то на костюме пуговка одна не бывает. Две или три. Обязательно, чтобы нижняя была расстегнута. Теперь нижняя. Ни у кого полностью костюм не застегнут. Ни у одного, ни у президента, ни у депутата. Ни у кого. Вот тебе и свобода. А ты узнал, что такое правило? Уже пуговицу в рубашке никогда не расстегивай. Я этого не знал. Я знал, что за расстегнутые в армии наказывали. Я застегнул в армии больше полвека назад, до 60-го года. Вот считай, сколько. А то 57 лет назад и больше ни разу не расстегнул. Вот церковь помогает все это делать. Священнослужители облащаются в темные ризы. Повторяю. Часто повторяется молитва. Вели сколько? 16 поклонов. А сегодня только 3, а потом 1. 4. 12 поклонов поясные в церкви. Это Никон сделал. На этой молитве все 16 поклонов. Земные. Колени касаются земли. Руки касаются земли. Не раскинутые друг с другом вместе. Голова касается пола. Между руками тут. Сделай так. Вот один раз это услышал, держи, это точно. Не так, что на кулаки, кулаки сжал. Гляжу на кулаки, как, ну, бывает, человек тренируется, отжимается от земли. Правило указывает это. Я не знаю, вот страсть у людей какая-то спорить. Мы не спорим никогда. Я вывел для себя опиграф. Знающий никогда не спорит. Знающий возвещает. Если написано, и спорили парисеи со Христом. Но нигде не написано, нигде, что Христос спорил. Нигде, ни разу. Спорили с апостолами. Но апостолы не спорили. Это надо было найти, я сам нашел это. Почему? Потому что не спорил никогда. И вы, когда вот на вас нападаете, я не спорю, я возвещаю. Возвесел он, не понял, я больше не отвечаю. И люди даже спрашивают, а почему не отвечают? Вот мы задаем вопросы. Кто знает, тот отвечает. В ролике в этом я ответил на все вопросы. Слушай от корки до корки. И вопросы отпадут. И он зато у нас говорит, научитесь не задавать вопросы. Запомните, научитесь не задавать. Почему? Ты должен знать. Задает вопросы, которые не знает. Не знающий, я для этого и есть. Я отвечаю на вопросы. На нашем сайте, только на сайте. 4124 ответа даю. Прикинь, сколько? Ты ответь однажды на 10 вопросов и поймешь эту цифру. А вопросы-то разные. В событиях дня эти вопросы мы выставляем. В Великом посту, поясняю это, говори, с поклонами земными. Господи, Владыка, живота моего. Голова, руки, колени касаются земли. В Великом посту такие поклоны начинаются вечером, в воскресенье. А по церковному это уже начинается на следующий день, понедельник. И до утра в пятницу. Вот сегодня пятница. Вечером уже молитва не считается, поклонов нет. На последние недели перед Пасхой, в среду вечером. И больше она, эта молитва не считается в течение года. Полная литургия, как самая торжественная из всех церковных служб, совершается только по субботам и воскресеньям. По средам же и пятницам, в течение всего поста, совершается литургия прежде священных даров, имеющая покаянный характер. Вечером воскресенья уже можно и необходимо делать земные поклоны. А в пятницу вечером сегодня уже не делается, потому что с шести вечера начинается новый день. Первая неделя Великого Поста отличается особой строгостью и духовной углубленностью богослужений. В понедельник, вторник, среду, в четверг, первой неделе поста, на Великом Повещерии считается канон Андрея Крисского, четыре дня. Разделен на четыре части. Способный самую ожесточенную душу смягчить и расположить покаянным чувством. А на пятой неделе Великого Поста, вот на этой, вечером в среду, то есть позавчера, считается раз в году полностью, если на первой неделе первые четыре дня считается по одной четвертой части, то тут полностью с земными поклонами. И принято, что на следующий день тем, кто молился с земными поклонами в церкви, весь канон, это больше двухсот поклонов, разрешается вкушать растительное масло ради их труда. Следующий день. Вот вчера у нас было с растительным маслом. А если я ходил и ни одного поклона не сделал, то не разрешается. Хотя и ходил. Вот как все обдумано. Повторяю, что подряд вот так объяснять, ну, не на каждом углу найдешь. Один раз надо прослушать и делать так, как говорю сейчас. Я делаю мало поклонов земных, потому что у меня три грыжи от тяжелой работы на стройке. Три поклона сделаю, больше не могу, позвоночник сползает. В субботу вспоминается чудо святого великомученица Феодора Тирона, спасшего своим явлением христиана от осквернений и доложертвенной кровью, и повелевшего вместо оскверненной пищи на базаре употребить вареную пшеницу с медом. Вот подают кутья. В первый воскресный день Великого Поста отмечается торжество православия, праздник и моление об обращении заблудших. Из древних принято завершать великопостный подвиг исповедью перед духовником и причащением святых тайн. Ну и дальше, как к исповеди готовиться. Хотя бы один пункт. Человек должен подготовиться к исповеди, исповедоваться неспешно, с глубоким чувством покаяния и намерением изменить свой образ жизни. Причастие вливает в христианина большую духовную силу, жизнь. Нигде не написано, что в причастии прощаются грехи, в покаянии, в исповеди. Поэтому желательно исповеди и причастия повторить несколько раз священие Великого Поста, и в каждый пост, и в дни ангелов. Вот сегодня. Но раньше было всегда один раз во время Поста. А Аполлос, фамилия Великий, говорит, Иуде подобен непостящейся в среду и пятницу. Ну дальше, если Господь благословит, то, может, завтра я прочитаю несколько молитв на русском языке в Великом Посту. Сейчас я это перенесу, чтобы потом легко найти, сделать закладочку до завтрашнего дня. Ну вот так вот и все. Будем молиться. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Смотрите, поклоны где не делаются, только крестное знамение. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яка не коллижа благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя Да неосужденно отверзу уста мои недостойны Восхоль имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и присно и во веки веков, аминь Царю Небесную, утешителю души истины Иже везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю Приди и вселися вны и очистены от всяких скверны И спаси блажи души наши Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очнись и грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святы, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука ваго, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припаданьте блажь, ангельскую песнь, опиемте сильный. Свят, свят, святости Божия, Благородица и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигл мне си Господи, умы, процвети и сердце, уснема и отверзи. Воеже, петь и Тебя, святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Благородица и помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судья приидет, и кое-гождо деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Благородица и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, якому герой Твоя благость и долго терпение. Не прогневался на меня лениво и грешно, не погубил меня со беззаконием моими. Но человек олюбствовал Иси обычно, и в нечаянии лежащего воздвигл меня Иси. Воеже утренте, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумете заповеди Твоя, и творите волю Твою, и петите о воисповедании сердечным. И воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу, Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Цареве и Богу нашему. Псалом 64. Тебе, Боже, принадлежит слава на Сионе. И Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами Дома Твоего, Святого Храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко. Поставивши горы силою Своею, припоясанной могуществом, укрощающий шум морей, шум волных и мятеж народов. И убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее. Обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя. Благословляешь произрастание ее. Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг. Источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одевается стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Воскликните Богу вся земля, пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих. По множеству силы Твои покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами. Там веселились мы о Нем, могуществом Своим владычествует Он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего, и провозгласите хвалу Ему. Он сохранил в душе нашей жизнь, и ноги наши не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавливает серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои, и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освяти нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог и да убоятся Его все пределы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, Господь Иисус Христос, под Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею. Молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей, многие в щедротах и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной. И да не похитит меня сатана, и не похвалится Слово, что оторг меня от Твоих рук и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее погиб я, ибо Ты, Бог мой, очрева матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех. И чтобы снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и веки веков. Аминь. Аминь. Если человек в храме или где-то аминь не говорит, он не участвовал в молитве. Апостол Павел говорит. Если посторонний зайдет и не понимает, как он скажет аминь. То есть необходимо, а он не понимает о чем. Здесь на русском языке молитва. Всегда говорите аминь. Притом аминь говорится громко. Святой Ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону поочинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения. Удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси пламя моих страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия, Владимир, Никита, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою. Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко родилась и Христа спаса. Избави тебя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснага же, творящего креста Господень, не остави нас грешных, уповающих на тебя. Спаси, Господи, люди твои, и благослови достояния твои. Победа на сопротивные дары твои, сохраняя крестом твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного. Родители, сродников, благодетели, митрополита Илариона. Епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония. Священария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Засима, Алиппия, Андрея, Владимира, Максима. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора и весь священнический и иночийский чин Корнилия. И высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И дай нам еще священника, если угодно, воли твоей святой. Смири власти и воинства их, наведи страх твой на них. И через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Дабы знали они, что над ними есть ты царствующий и Господь господствующий. Дабы издавали мудрые законы и не препятствовали верующим в тебя, исполнять волю твою святую и молиться тебе и благовествовать. А гордую силу сокруши сам Господи и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где идет война. Но учи насценить это мирное время и приготовь землю сию к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную за отступление от тебя. Аллилуйя! Господи! Спаси нас и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, от потопления. Аллилуйя! И живущих в селении наше Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Серафимову, Алексея, Иосифа, Романа. И приши добрых жителей с детьми и сохрани школу. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадовик, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алипину и расширь пределы в общем наших. Найди новые души, побуди всех на благовестие. Спаси и помилуй! Дмитрию, Марину, Чадовик, Варентину, Алексея, Валерию. Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово Твое. Аллилуйя! Возри на врагов, Господи, и разруши их замыслы против истины Твоей. Преследующим нас, пристав преградой. Примири их с нами. Не дай им погибнуть. Закрой их хульные лживые уста. И в судный день, Господи, не помяни им безумие их. Аллилуйя! Благослови благодетелей наших. Елену, Евгению, Евгению, Наталью, Владимиру, Максиму. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. На сети болящих. Дару им исцеления и терпения. Сергея, Алексея, Александра, Александру, Анну. Калерию, Акелину, Тамару, Валентину, Марию, Невнию. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. За все, что Ты посылаешь. И все свое время будет на пользу. Аллилуйя! Путешествующих, благослови Раису, Льва, Возвратия, отступников Николая и Михаила. И, на идее, всех ты знаешь их. Не дай им погибнуть в ожесточении. И наше сокровище ставит и форму. Все, что здесь есть, сохрани от повреждения злыми людьми. И трудящихся Игоря и Людмитрия. И дадим вам руку. Василия. Сергея. И все наше родство на идее. Недокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! И сохрани место сие, дабы чуждо не могли приблизиться к нему. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Тимофея, Тимофея, Мартина, обрати и найди их. И недругов наших, обрати их православие, Александра Невзорова, Германа, это Стерлиго. Благослови гонимых, преследуемых детей твоих, убиваемых и пытаемых, и прими их в обители вечные, дабы никто не отрекся от тебя. Спаси детей Сирии. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братья наших, и же с верой надеждой на воскресенье жизнь вечную, отошедшей от жизни сей родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы. Просим всякое согрешение, вольное и невольное, и сотворим вечную память. Вечный покой! Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Слава тебе, наш Бог Иегова! Аллилуйя! Аллилуйя! Свят, 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 Господь Саваок! Вся земля полна слава Его! Аллилуйя! Слава Высшей Богу! На земле мир, в человеках благоволение! Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия! Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину! Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Своими! Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем! Благодарю Тебя, мой ангел, за эту ночь! Сколько лет Ты хранил душу мою от опасности, спасая видимых и невидимых! Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела! Проведи душу мою по мытарствам! И введи в навеки вечное Царство Христа Бога нашего! Аллилуйя! Иоанн, Креститель предтеча Христова, моли Бога о нас! Научи нас, Господи, жители бедности! Имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным! Никогда не роптать, никому не завидовать! Не страшить сосарей и начальствующих! И не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать! Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец! Образ кротости и воздержания добрый архипастырь! Моли Бога о нас! Молите Бога о нас! Святые пророки Божии! Пророк Илья Елисея, Нашего отшествия не засталась не готовыми! Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел! Соделанных в Духе Святом с любовью! Аллилуйя! Слава Тебе за голговскую жертву святыни и за страдания Своей, Христе Боже, нас! За пролитую кровь Твою, ощущающую нас от грехов! Аллилуйя! Молите Бога о нас! Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию, предстоящие! Ты, апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн! Да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание! Ибо через него мы думаем иметь жизнь вечную! А они свидетельствуют о Тебе! Аллилуйя! Молите Бога о нас! Святые мученики и мученицы! Игнатий Богоносец, Поликам, Смирский, Устин, Философ, Космайдами, Иоанн, Андрей Стратилат и Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимний Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николая, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Греб! Молите Бога о нас! Дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста! Никто не отрекся от Тебя! Анфиму, Вениамину дай веру, И страши родителей за такое ложное воспитание! Не дай им погибнуть в ожесточении! Аллилуйя! Молите Бога о нас! Святые отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий и Прим Сирин, Антоний Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонинский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Святой Православной Вере, А замысле эритиков, Разруши и ничто преврати России! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, Иоанна Ирина, Ольга Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискилла и Акилла, Андроника Юния, Киприяна Устина, Да дарует Господь послушание и молчание, Целомудрия и стыдливость женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания, Исправь непокоривость Галины, Семейства Евгений, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Рависова, Марины, Юлии Евгены, Людмилы, Галины, Иоанны, Аллилуйя! И прими нашу молитву, Христе Боже наш, И воздеяние рук, как жертву вечернюю благоухание, Приятное перед престолом благодати Твоей. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, Исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молящимися сейчас. И нашу молитву прими, А всех запайдыших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, Слушай и дослышит раб Твой. Аминь! Аминь! Боже, Ощисти меня грешным. Господи, Прости мои согрешения. Прости, Соделанные в ведении и неведении, В уме и в помышлении, В водне и в ночи. И во все дни жизни нашей, Ибо Ты благо, Человеколюбность, Будь милостив ко мне грешному, Не вмени грехи юности, Помилуй, пощади, Не лиши разума и в старости. Да будет благословен этот день. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Аллилуйя! Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, Любоначалия, Празнословия, Серебролюбия не дожми. Душа целомудрия, Смиренно мудрия, Терпение и любви даруй мне рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, Даруй мне зреть и моя прегрешение, И не осуждать брата моего. Якоб благословен Иси Во веки веков! Аминь! Аминь! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе, всяческих ради! Молитва утренняя у нас окончена. Мы сейчас начнем Готовить ролик с часовой. События дня. А события были важные. Много было отзывов. И часть отзывов...